Всем привет, с вами снова я, Катя, и сегодня у нас долгожданное видео, я очень хотела вам его снять, я думаю, что оно многим будет полезно. Это лайфхаки для некоторых элементов, которые я за свою фигурно-катательную жизнь, очень маленькую, всего два года, шла лично для себя. Всегда всем подсказываю и считаю, что будет очень прикольно объединить их в одно видео, чтобы кому-то это помогло. Я сменила очень много тренировок, от каждого что-то взяла понемножку, и есть очень прикольные моменты, которые помогли лично мне исправить какие-то свои косяки во вращениях или прыжках. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что это именно лайфхаки, а не туториалы, и я не буду вам подробно показывать, как выполнить какой-то элемент, а только какие-то конкретные ошибочки, из-за которых лично у меня не получался тот или иной элемент. Так что давайте приступим к видео. Начнем с вращений, первым это будет винт, честно признаться, я его не очень люблю, но многие попросили, поэтому я покажу. Особо каких-то лайфхаков для винта нет, нужно просто методом проб и ошибок делать много раз, пока не почувствуешь ребро, не начнешь правильно вращаться. Но хочу сказать одну большую главную ошибку, которую делают многие, делают на моих глазах, которую делала также я, и иногда сейчас даже я тоже ее делаю. Это когда на заходе, еще не доехав до конца дуги, не зайдя в серединку, начинаешь сразу делать мах ногой, он там вообще не нужен, нужно аккуратненько потихоньку заезжать по дуге, нога должна быть сзади. Только когда вы уже заехали как бы вот в эту улиточку, в серединку, вы уже встаете на опорной ноге и подставляете вторую ногу, начинаете ее уже вести вперед и закрывать в группировку. До этого никаких махов быть не должно. Следующее вращение у нас это либелла, с которой у меня очень сложные абьюзивные отношения, но я знаю некоторые правила, благодаря которым можно сделать очень классную либеллу, и когда я их соблюдаю, я тоже делаю очень классную либеллу. Просто осталось довести это до автоматизма. Скажу вам три в первую очередь важных момента, это при заходе на либеллу нужно обязательно положить спину, если вы будете пытаться сверху встать либеллу, это не выйдет, нужно лечь и только потом вырасти. Нужно вторую ногу, так же как на винте, при заходе удерживать сзади, если вы ее не будете удерживать, вас просто сразу же снесет и никакой центровки не будет. Когда вы едете по дуге, вы должны тянуться ручкой вперед и завести ее к своему телу. На данном вращении я не пыталась показать, как делать неправильно, тут реально я сама делала свои ошибки, которые я сейчас пытаюсь исправить и пытаюсь показать вам, что тоже нужно исправлять. И последнее наше вращение на сегодня это волчок. Я волчок все еще активно учу, пока что у меня не было ни одной прям супер-супер классной попытки. У меня есть, ну, главная ошибка это то, что я валю правое бедро, это на видео очень сильно видно. И даже если кажется, что вроде бы сидишь ты низко, то такой волчок никогда не засчитают с таким заваленным бедром. Вот, ну и, конечно, я пытаюсь сесть как-то правильно, поэтому я пока исправляю. Но я хочу сказать вам один самый главный совет. Вы заходите на волчок, как на обычный винт, так же удерживая ножку сзади. Когда вы уже дошли до серединки, вы делаете мах ногой. И только в этот момент вы сводите коленки и садитесь вниз. То есть заход на волчок никак не отличается от захода на вид. Он точно такой же, только потом вы должны резко сесть. Вот и все. И обязательно, прежде чем садиться, нужно свести коленки и потом садиться. Когда вот вы начнете делать это, а не сразу пытаться заехать в низком положении, сидя, нужно сначала заехать стоя. Только тогда у вас начнет получаться волчок. Первый прыжок у нас будет перекидной, но для него я дам не прям супер какие-то лайфхаки, а такой небольшой советик. Хотя по факту все мое видео это такие маленькие советики. Но что хочу сказать очень важное, зачем нужно следить, зачем я даже сейчас уже спустя столько времени занятий забываю иногда следить и прыгаю его криво-косо-низко, это отталкиваться опорной ногой. То есть работать голеностопом, то есть прям переходное движение, отталкиваетесь сначала пяточкой, потом переходите на зубчик и только с зубчика вы вылетаете уже наверх. Это правда очень важно и очень сильно влияет на высоту. И если вы проработаете это на перекидном, то аксель вам будет прыгать лучше, легче. Следующий прыжочек у нас это сальхов, и на сальхове очень тоже важный один момент, который многие не делают. Именно вот этот маленький моментик на самом деле является важной точкой отталкивания, благодаря ему можно выше прыгнуть сальхов. После того, как вы сделали тройку, вы должны правой ногой потянуться как бы назад, то есть прям присесть, потянуться назад и только потом уже заводить ее в мах и в сам прыжок. То же самое правило действует и на флипе. Точно так же после троечки вы должны ножкой правой потянуться сильнее назад и только потом уже касаться зубчиком льда и отталкиваться. Это очень важный момент, благодаря ему вы как бы больше сил прикладываете к тому, чтобы оттолкнуться от льда, поэтому прыжочек будет выше. Ну и последний элемент на сегодня это мой самый любимый риттбергер. Риттбергер это реберный прыжок и прыгается он с дуги, и дуга здесь играет очень важную роль. Потому что если вы не доделаете правильно дугу, то вам будет гораздо труднее его прыгнуть. Важное это естественно присесть, потому что если вы сядете пониже, то у вас и дуга получится глубже. И также вам будет проще выпрыгивать, потому что прежде чем прыгнуть, нужно немножко присесть. Самое важное все-таки в этом прыжке это дуга. То есть дуга это основа риттбергера. Вам нужно делать дугу. Можно поделать риттбергеровые тройки, они очень кстати хорошо подготавливают к риттбергеру. Поэтому следите внимательно за дугой. Если у вас не получается риттбергер, скорее всего проблема в дуге, старайтесь подольше на ней сидеть, посильнее заезжать внутрь круга и только потом выпрыгивать. Ну вот, это было все. Я очень надеюсь, что вы обязательно воспользуетесь моими лайфхаками, потому что я их лично собирала сама. Все это компоновало для вас. Я очень надеюсь, что вам помогут они. Обязательно отписывайтесь потом мне, можете мне в телеграме написать, можете здесь под видео, как помогли ли вам лайфхаки, пользовались ли вы ими. Эти лайфхаки реально рабочие, потому что они помогли лично мне. Я все, что говорила, это проверено лично на моем опыте. Всеми этими лайфхаками я пользовалась лично сама, я сама их собирала. Они также помогали моей сестре, моим друзьям. Сегодня, кстати, моя сестра, благодаря моей помощи, прыгнула первой из своей хорошей попытки риттбергера. Так что я надеюсь, что вам они тоже помогут. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока. Тут парники, мне страшно, что я убьюсь, потому что в прошлый раз я чуть коньком по голове не получила. Избравите это? Парнички, парнички.